15 марта депутаты Сергея Посадского городского округа вместе с депутатом Московской областной думы Александром Легковым в очередной раз проверили ход работ капитального ремонта бассейна «Чайка» в городе Пересвет. Сегодня мы выполняем работы по демонтажу в основном, они же там выполнены на 80% остальность работы, которую мы оставили, но чуть-чуть более на теплое время, это там демонтаж и тон, демонтаж и когрения, потому что здание надо питаться, на какой-то кучу, на улице по депутатам, мы к этим работам беремся, все это демонтируем, будем сразу выставлять. Подрядчик оценивает готовность выполнения демонтажных работ на 85%, в ходе их проведения появилась необходимость экспертизы, так ряд конструкций не было видно при определении первоначального проекта. Заключение в основном положительное, но даны определенные рекомендации по усилению несущей конструкции, что тоже будет учтено в проекте. Объект очень важен для города, когда-то это был самый первый бассейн в нашем округе, 70-го года объект постройки, долго мечтали, и Александр Гедович помогал, чтобы этот объект попал в программу. Сегодня мы видим, что с одной стороны, конечно, мы видим пока еще не самый лучший вид, но это стройка, это сейчас идет как раз процедура демонтажа. Радует то, что нам сказал подрядчик, что в принципе здесь все будет новое, то есть новые системы инженерные, новая система вентиляции, что очень важно. Я знаю, что этот объект в этом плане несколько страдал, поэтому в такого рода бассейнах должна быть хорошая система вентиляции, кондиционирования, терморегулирования. Вот эти все моменты нам говорят, что все будет сделано, будет система пожаротушения, дымоудаления, то есть все необходимые подобного рода очень важные и современные требования объекты будут сделаны. Также говорят нам о том, что полностью будет новое оборудование, имеется в виду и мебель, и спортивное оборудование, и все. То есть мы получим на выходе красивый современный бассейн. По словам генерального подрядчика, объект планирует создать 1 января 2024 года. Мария Ревека, Андрей Ковылов, День города.